Город Ивье 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 Ивье, в котором проживает более 8000 человек, называют городом четырех религий, и это неудивительно. Здесь мирно живут представители православной, католической, мусульманской и протестантской религиозных конфессий. До Великой Отечественной войны здесь проживали евреи, действовали три синагоги. А визитная карточка города – памятный знак в честь дружбы и согласия конфессий Ивьевщины, который был открыт в 2012 году. Город Ивье 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 Жители Ивья умеют не только работать, но и отдыхать. Календарь культурных событий настолько насыщен, а содержание столь разнообразно, что горожане стремятся принять участие в каждом мероприятии. В Ивьевском районе в месяц проходит порядка 25 праздников. Они вызывают интерес не только у местных жителей, но и у многочисленных гостей, которые с удовольствием приезжают на самые разные праздники и торжества в Ивье. Здесь функционируют шесть учреждений культуры, создано 97 клубных формирований, в 58 из которых занимаются дети. В Ивьевском районе стабильно работают 9 коллективов любительского творчества со званием «Народный». Здесь ежегодно проходят десятки областных фестивалей и конкурсов, среди которых «Не старею душой ветераны», «Весенние фантазии», «Свет захопления» и другие. Традиционно проходят мероприятия по патриотическому, экологическому, правовому воспитанию молодежи и формированию здорового образа жизни. В агрогородках района ежегодно появляются новые брендовые мероприятия. Такие мероприятия, которые исторические, наверное, и которые единственные, как бы я назвала, они дают возможность, допустим, как режиссеру, как людям выложить все. Они необычные, эти мероприятия. Большое очень количество мероприятий, и что особенно действительно приятно, что у нас они проходят очень ярко, интересно, и каждый раз в любое мероприятие мы вкладываем свою изюминку. С 2011 года разработан и действует художественно-творческий проект «Усадьба деда-земняка» и «Бабы-завирухи». В рамках деятельности туристических маршрутов «Ивье» – многоконфессиональное, традиции и современность, золотое кольцо Ивьевщины. В районе также широко представлено творчество народных мастеров. Ежегодно библиотека районов, в которой работает 16 любительских объединений и кружков по разным направлениям, принимает участие в республиканских конкурсах, где занимает призовые места. Образовательное пространство Ивьевского района включает в себя 26 учреждений различного типа. 4 средние школы, 6 учебно-педагогических комплексов «Детский сад-средняя школа», 2 учебно-педагогических комплекса «Детский сад-базовая школа», 1 учебно-педагогический комплекс «Ясли сад-начальная школа», 7 детских дошкольных учреждений, в том числе «Дошкольный центр развития ребёнка». Особенно здесь гордятся Ивьевским государственным сельскохозяйственным профессиональным лицеем. История этого учебного заведения началась в 1979 году. Для подготовки механизаторов, водителей, электриков, мастеров холодильного оборудования, а также работников строительной отрасли, здесь создана вся необходимая учебно-материальная база, которая насчитывает 9 учебных кабинетов для общеобразовательных дисциплин, 10 кабинетов по специальным предметам, 13 лабораторий и мастерских. В этом году выпуск составил 73 человека. Все они распределены на сельскохозяйственные предприятия, а также в частные строительные организации. За годы существования лицея нашим лицеем было выпущено более 6 тысяч специалистов, в основном для сельскохозяйства. Они работают в разных областях и добиваются определенных успехов. И мы всегда гордимся нашими выпускниками и всегда рады их успехам. На протяжении ряда лет учащиеся Ивьевского лицея становятся победителями и призерами в областных конкурсах профессионального мастерства. Учащиеся – неоднократные призеры областных и республиканских выставок технического творчества, слетов изобретателей и рационализаторов. В Ивьевском районе пристальное внимание уделяется работе с одаренными учащимися. Ежегодно школьники подтверждают высокий уровень знаний и участием в олимпиадном движении. Высокие результаты учащиеся демонстрируют не только на областных, но и на заключительных республиканских этапах Олимпиады. Для поддержания талантливой и одаренной молодежи по инициативе райисполкома с 2011 года выплачивается денежное вознаграждение выпускникам, окончившим обучение с золотой и серебряной медалями. Их родителям объявляется благодарность. Я начала заниматься биологией седьмого класса. В девятом классе заняла первое место на заключительном этапе Республиканской Олимпиады. Мой интерес к биологии появился еще в детстве. Мне нравилось наблюдать за окружающей природой, поэтому я решила связать свою жизнь с биологией. Белорусский язык – он мой родной. Здесь жили мои предки, они общались на этом языке. Я думаю, что именно это меня и заинтересовало. Каждый уважающий себя человек и гражданин должен знать историю своей страны. Я изучал, как появились имена, их историю создания, откуда они пришли, почему белорусы именно такими именами называли своих детей. Главным фактором, влияющим на качество образования в Ивьевском районе, являются педагогические кадры. В системе школьного образования трудится 423 педагога, более 90% из которых имеют высшее образование. Почти 75% учителей, которые трудятся в школах района, имеют первую и высшую квалификационную категорию. Вообще очень люблю свой предмет и стараюсь привить эту любовь к предмету своим учащимся. Наверное, через любовь к природу, через любовь ко всему живому и через любовь к человеку. Ну и педагогическое мастерство учителя прежде всего напрямую демонстрирует успехи его учеников. За время моей работы в гимназии у меня было немало победителей республиканского этапа. Реализуя основные направления социальной политики государства, в районе стабильно работает система здравоохранения и социальной защиты населения. В районе внедрены различные формы социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. Стабильно работают и развиваются в Ивьевском районе промышленные предприятия. Промышленность района представлена четырьмя предприятиями. Общество с ограниченной ответственностью «Лида Техмаш», филиал ПОО «Техмаш» города Лида, завод «Сельхозмашин», ООО «Фабрика Ромакс» и Ивьевское районное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства. На территории Ивьевского района зарегистрированы около 300 юридических лиц всех форм собственности, более 400 индивидуальных предпринимателей. Отдельного внимания заслуживает предприятие «Лида Техмаш». Восемь лет назад оно было организовано на базе бывшего Ивьевского консервного завода. Здесь прошли большой путь от ремонта и восстановления конструкций старых зданий до строительства новых сооружений. За прошлый год на специализированном предприятии по производству сельскохозяйственной техники, ориентированной на фермеров и небольшие аграрные предприятия, было выпущено продукции на 12 миллионов белорусских рублей, поставлено на экспорт техники на 4,5 миллиона долларов США. За полугодие 2018 года объемы уже наши достигли 6,5 миллионов белорусских рублей. На экспорт мы поставили 3,2 миллиона долларов. Средняя заработная плата за прошлый месяц у нас достигла 800 рублей. Предприятие работает стабильно. Есть у нас и рост товарного выпуска, и экспорта. Около 80% изготавливаемой здесь продукции экспортируется в страны СНГ и дальнего зарубежья. В 2018 году предприятие «Лида Техмаш» получило сертификат европейского качества. Идет разработка двух видов новой продукции, которую планируют поставлять в Узбекистан и Россию. В 2016 году предприятие стало победителем в национальном конкурсе «Предприниматель года» в номинации «Стабильный успех». Главная составляющая любого дела – профессиональный коллектив. С полной самоотдачей на предприятии «Лида Техмаш» трудится 260 человек. Отрадно отметить, что среди тех, кто успешен и приносит доход в общую копилку, немало и молодых работников. Я являюсь молодым специалистом, работаю на «Лида Техмаш». И когда мне предстояла процедура распределения, я даже не могла подумать, что на предприятии, куда я могу попасть, мне могут обеспечить такие комфортные условия труда. Ты можешь хорошо зарекомендовать себя, руководство замечает положительные стороны, я всегда готова поощрять. В целях географической и товарной диверсификации, наращивания экспортного потенциала, организации и предприятия Ивьевского района принимают активное участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, как в Республике Беларусь, так и за рубежом. В течение года организации района осуществляли экспортно-импортные операции с 29 странами мира. При этом продукция экспортировалась на рынки 19 государств. Не отстает и сельское хозяйство. В состав агропромышленного комплекса района входят ОАО, Ивьевская сельхозтехника, коммунальные сельскохозяйственные унитарные предприятия, Агролипнишки, Баума, Субботники, Трабы, Юратишки, филиал Азот Агра, ОСП Новый Двор Агра. Общая площадь земель сельскохозяйственных организаций – 74 312 гектаров, средний бал плодородия сельскохозяйственных угодий – 28,9, средний бал плодородия пашни – 32 ровно, распаханность земель – 61,9%. На территории Ивьевского района функционирует 54 крестьянских фермерских хозяйств на площади 1500 гектаров. Специализация района – молочно-мясное скотоводство, свиноводство, выращивание зерновых, сахарной свеклы с развитым кормопроизводством. В сельскохозяйственных организациях района имеется 14 молочно-товарных комплексов, 7 молочно-товарных ферм, комплекс по выращиванию и откорму крупного рогатого скота, свиноводческий комплекс. Отдельного внимания заслуживает молочно-товарная ферма «Тивновичи», расположенная в деревне Тивновичи Ивьевского района. Она была реконструирована и введена в эксплуатацию в октябре 2015 года. Ферма оснащена роботами-манипуляторами, которые обеспечивают уход за животными, осуществляют преддоильную подготовку и непосредственно процесс доения. Участие человека в этих операциях сведено к минимуму – животные могут отдавать молоко в любое время суток. Они практически не подвержены разного рода стрессам. Умный агрегат проводит диагностику состояния коровы и фиксирует возникшие отклонения, обеспечивает санитарную обработку доильного оборудования и вымени, самостоятельно выдает концентрированный корм. За 2017 год мы надоели 7147 килограмм на одну корову. Таких показателей, наверное, нет в районе. Среднесуточный привес по ферме за 6 месяцев составил 687 грамм, либо в валовом привесе 81 тонна и 770 килограмм. Среднесуточный удой на одну корову на сегодняшний день составляет 22,6 литра. Доение коров на ферме осуществляется круглосуточно, при этом промежуток между доением составляет 6-8 часов. В сравнении со старой фермой на новой роботизированной ферме увеличилась продуктивность молока, сократилась штатная численность работников, появилась возможность платить более высокую заработную плату. Хотя бы роботомеханизированная ферма, но все равно работы нам достаточно в плане того, что как бы, скажем так, есть пословица «доверяй, но проверяй». Животные есть разные, которые более спокойные, которые более, скажем так, агрессивно себя ведут. У животноводческой отрасли Ивьевского района осваиваются новые технологии, позволяющие повысить производительность труда, создать соответствующие условия работы для сотрудников, произвести высококачественную продукцию. Большинство местных дорог Ивьевского района находятся на балансе Дорожно-ремонтно-строительного управления 156-го коммунального проектно-ремонтно-строительного унитарного предприятия «Гродно-Облдорстрой». Его главной задачей является строительство, капитальный ремонт, текущий ремонт автомобильных дорог, обеспечение нормального технического состояния, создание безопасных условий движения транспорта. В Ивьевском районе строят на века. И именно здесь проживает Иван Субаткевич, который без малого 40 лет отдал дорожной службе и практически единственный на Гродничине, кто награжден знаком почетный дорожник Беларуси первой и второй степени. Большая работа проделана в том плане, что где-то 360 километров в настоящее время у нас дорог с асфальтобетонным покрытием. Мы сделали вот анализ, и у нас получилось, что плотность дорог с твердым покрытием, как в Чехословакии. У нас Чехословакия – одна из таких продвинутых в дорожном строительстве стран. Еще одна гордость Ивьевского района – плодовый сад коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия «Баума». Он был заложен в 2007 году, и его первоначальная площадь составляла 10 гектаров. В настоящее время общая площадь участка сада составляет 125,5 гектаров, в том числе 110 гектаров – плодоносящий сад, 15,5 гектаров – дорожная сеть, технологическая площадка и хранилище. В основном у нас сорта белорусской селекции, и изначально делалось упор на белорусскую селекцию. Такие сорта, как иман, талесия, вербная, память Сюбаровой – это наши основные. Есть немножко зарубежной селекции, но она себя как бы у нас не оправдывает. В прошлом году практически все по торговым сетям. Лида, Воронова, Илья, Сморгонь даже – очень хорошо идут. Как-то люди, ну и, естественно, и на рынок уходят немного. Для более длительного хранения готовой продукции и закладки яблок в стабилизационный фонд в 2015 году при государственной поддержке было построено плодохранилище объемом на 1200 тонн яблок. Наличие собственного плодового питомника позволяет наращивать объемы производства, не вкладывая средства в закупку саженцев. В текущем году в плодовом саду коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия «Баума» сформировался небывалый урожай яблок. Ожидаемый валовый сбор составит 1500 тонн. До настоящего времени рекордным считался 2015 год, когда с каждого гектара было получено 12 тонн яблок. Жители Ивьевского района умеют не только плодотворно трудиться, но и хорошо отдыхать. На живописном берегу реки Неман вблизи деревни Барова расположился охотничий комплекс Николаева. К услугам гостей двухэтажный коттедж с уютными спальнями для отдыха горожан предоставлены 9 номеров, бильярдный и 2 банкетных зала. На территории комплекса расположены беседки, баня, купель, сеновал и летняя кухня с русской печью. Гости охотничьего комплекса Николаева могут не только насладиться прекрасными видами Немана, но и искупаться и позагорать на прилегающих пляжах, порыбачить с моста или берега, приятно провести время с семьей и друзьями. Для маленьких гостей обустроена хорошая детская площадка с качелями и песочницей. Желающие заняться спортом или поиграть могут воспользоваться площадками для футбола и волейбола или набором для игры в городки. А те, кто хочет сделать свой отдых еще и познавательным, могут посетить землянку Первой мировой войны. Тут на этой окружной садьбе можно найти любой отдых, кому какой по вкусу. Кто хочет, устал от суматохи, может здесь просто отдохнуть, расслабиться, пообщаться с природой. Кто же хочет более активный отдых, мы тоже можем предоставить услуги, как охотничьи услуги, так и может прокатиться по веломаршрутам. Все это мы имеем благодаря тому, что наши отцы, деды и прадеды отстояли свою независимость в годы Великой Отечественной войны, восстановили из пепла разрушенные войной народное хозяйство, тем самым обеспечив свободу и независимость, стабильность и процветание нашей родной Беларуси. Ивьевский район Ивьевский район не останавливается на достигнутом. Он развивается и процветает. Здесь появляются интересные инвестиционные предложения и рождаются новые производства. Создаются дополнительные рабочие места и растет благосостояние. Ивьевский район признан победителем республиканского конкурса «Лучший город для бизнеса Беларуси-2018» с численностью населения менее 50 тысяч человек. Ивьевский район для ивьевчан не просто место жительства. Это общий дом, объединяющий людей разных судеб, характеров, поколений в единое целое. Всегда так было, есть и будет.